В этом выставочном зале представлены только несколько сотен экземпляров бабочек из коллекции профессора Сергея Сачкова. Он начал изучать этот отряд насекомых, еще будучи совсем юным, и сейчас энтомологическое собрание насчитывает более 75 тысяч видов. Это одна из самых больших коллекций в России. Есть даже такие редкие виды, как птицекрылка королевы Александры. Она обитает в Бразилии и является одной из самых крупных из семейства парусников. Ее размах крыльев может достигать до 28 сантиметров. Экскурсии в музее проходят регулярно. Особое внимание здесь уделяют образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. На одной из таких встреч и юным гостям умного дома бабочек рассказывали интересные факты о том, какую пользу приносят эти насекомые планете, об их жизненном цикле, питании и среде обитания тех или иных видов. Есть школьники, которые приходят из обычных классов или биологических классов, приходят или пионер-лагеря, которые, скажем так, сейчас тоже интересно им, наверное, не только на самой природе, но еще посмотреть, какие экземпляры, какие виды бабочек представлены в Самарской области, не только. Экскурсия продолжилась в виртуальном пространстве. Это одна из главных особенностей музея. С помощью VR-очков дети практически вживую могут увидеть представителей отряда чешуекрылых и узнать о каждом из видов подробнее. Дети могут самостоятельно посмотреть, изучить, возможно, на чем-то заострить свое внимание и более подробно рассмотреть и увидеть это воочию вживую в 3D-объеме, как сейчас дети это все любят. Это более, так скажем, интересно для современного поколения. Кроме стационарной экспозиции, изучить бабочек можно на экране современных гаджетов. Сейчас в музее активно занимаются переносом насекомых с выставочных полок в виртуальное пространство. На сегодняшний день специалисты оцифровали уже более 100 видов. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...